Врезкая краснознамённая пограничная группа имени Дзержинского играет важную роль в обеспечении безопасности нашей страны. Войны в зелёных фуражках надёжно прикрывают рубежи Отечества, в то время, когда напряжённость вблизи наших границ каждый днём возрастает и требует от всех пограничников высокого профессионализма, повышенной бдительности, самоотверженности и железной дисциплины. Об этом и не только говорил государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович. Он отметил важность работы стражей границ, а также информирование их о любых геополитических изменениях и тенденциях. Встречаясь с коллективами, с трудовыми коллективами, с учащимися в учебных заведениях, с военными коллективами, конечно, важно донести анализ вот этой международной обстановки и тех вызовов, рисков, угроз, которые сегодня имеют место быть в сфере обеспечения национальной безопасности. Рассказать ребятам, военнослужащим, прежде всего людям, которые стоят на защите наших национальных интересов, какие шаги мы предпринимаем в стратегическом плане, в политическом плане, в других вещах. Какие документы сегодня разрабатываются. Мы сегодня затронули вопросы, связанные с концепцией национальной безопасности. Затронули вопросы, связанные с проектом новой военной доктрины, которая завершается сегодня и разрабатывается в Министерстве обороны. Одной из основных тем разговора были угрозы, которые исходят от западных стран и их коалиций. В настоящее время международная обстановка достаточно напряженная, что обуславливает появление новых вызовов и угроз, проявление нового инструментария, способного влиять на безопасность государств, развитие технологий. Обновленная концепция национальной безопасности предусматривает актуальные современные решения и стратегии для противодействия этим угрозам. Сегодня западные политики, политики Соединенных Штатов Америки диктуют ту повестку международную и пишут сценарии, как и где, чему быть и не быть. Где воевать, где не воевать. Где развязать агрессию, где не развязать агрессию. Мы это можем на примере последних 10-20 лет наблюдать по возникновению различных конфликтных ситуаций, конфликтных региональных вой, регионального масштаба. Это Ирак, и Ливия, это Югославия, это Афганистан, тот, который был, когда находился наш ограниченный контингент 10 лет в Афганистане, и после того, как вышел, когда зашли туда американцы, 20 лет находились, и что они оставили после себя там. То, что сегодня происходит на границах бывшего Советского Союза, таджикско-афганская граница, создание очага напряженности на киргизско-таджиксском участке, это на Горный Карабах совсем недавно. То, что сегодня спровоцировано на Ближнем Востоке, война между Арабо-Израильской войной, и то, что там сегодня происходит, что происходит рядом со всем с нами, на территории Украины в ходе специальной военной операции. Казалось бы, человечество должно сделать серьезные выводы после Великой Отечественной войны. Важность владения информации о складывающейся обстановке отмечает для себя каждый пограничник, ведь это поможет предпринять верные шаги в дальнейшем, например, в стратегическом плане. По выступлению Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь, генерала-лейтенанта Вольфовича Александра Григорьевича, был очень приятно впечатлен, прежде всего, высоким уровнем и доверие госсекретаря нашим органам пограничной службы, прежде всего, в войсковой части 21-87. Выступление госсекретаря достаточно прошло на высоком уровне. Очень много интересной информации было доведено о тех событиях, которые складываются вблизи рубежей нашего государства, также в части, касаемые внутри и нашего государства. Сделаны были определенные выводы для того, чтобы повысить свою бдительность по охране государственной границы, по обеспечению собственной безопасности личного состава. И также была высокая оценка деятельности органов пограничной службы и в течение года, какие результаты были достигнуты. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.